Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проявлены в 2018 год, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В установлении администрации от 31 мая 2018 года за номером 931, в зависимости от категории дамов по этому устройству, с 1 июля установлен размер платы за содержание животных помещений с учетом расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых по содержанию общего имущества и конвартирных домов. В установлении правительства от 3 октября 2017 года за номером 826, дробь 36, а минимальный в размере взрослого капитального ремонта общего имущества установлен минимальный размер взрослого капитального ремонта в 2018 год в размере 9 рублей 7 копеек, что до 4,9% выше уровня 2017 года. В 2017 году размер платы был 8,675. Размер платы в 2017 году был приравнен к плате за капитальный ремонт и составлял 8,65 рублей за метр квадратный общий площадь тяжелого помещения. Решением Совета депутатов района от 15 ноября 2017 года за номером 359, в зависимости от места расположения квартирного дома и видов благоустройства с 1 января 2017 года установлена плата за найм для нанимателями Расчет этой платы произведен согласно методическим указаниям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27 сентября 2016 года, номер 668. Минимальный размер платы за найм составляет 9,30 рублей, максимальный размер 10,46. С 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года правительство Московской области от 29 ноября 2017 года за номером 516 ВГ установлены следующие предельные максимальные индексы изменения размера платы, относимые гражданам с коммунальной услуги по муниципальному образованию Московского района. Городские поселения Ашукино, Зариноградский, Пушкино, Черкизово, Лесной, Правдинский – 6,1%, сельские поселения Индининская, Тарасовская, Царевская – 6,1%, городское поселение Софрино – 22%. Максимальный рост платы граждан за коммунальную услуги с 1 июля 2018 года по средней двухкомнатной квартире, общей площадью 54 квадратных метра в количестве проживающих 3 человека с учетом роста тарифов на коммунальную услуги составляет по городским поселениям Ашукино, Зариноградский, Пушкино, Софрино, Черкизово, сельским поселением Тарасовской и Царева, в которых ресурсоснабжающими организациями являются Пушкинский теплосель и межрайонный Щелковский водокамал – 3,49%. По городскому поселению Правдинский ресурсоснабжающие организации «Силовая энергия» и межрайонный Щелковский водокамал – 3,53%. По сельскому поселению Дигинское ресурсоснабжающие организации «Новая Тишкова» – 3,71%. По городскому поселению Весной, где ресурсоснабжающие организации является «Новая Тишкова» – 5,3%. По городскому поселению Софрино, «Военный городок» – 19%, Софрино-1%, ресурсоснабжающие организацию «Воаку» – 5,5%. И межрайонный Щелковский водокамал – 14,73%. Таким образом, по всем поселениям района изменение платы с распоряжения границей границей. Тарифы с 1 июля – организация «Морган szczущего событий по снабжению» по снабжению водоотведению населения Кушкинского района установлено в грамках предельных индексов роста, утвержденных в Федеральной службе по Тарифу – в Средне-Помосковской области, в том числе в сфере водооснабжения 3,8%, Вода отведения 2,4. Тепловая лека 4,3. Тарифы с 1 июня 2018 года. Организация, оказывающая услуги теплоснабжения и водоотведения населению района утверждены Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Рост тарифов составен по ООО «Шинская теплосеть» теплоснабжения 3,5%, по ООО «Энергия» теплоснабжения 3,7%, по Моплесной теплоснабжения 6,1%, водоснабжения 3,9%. По Межрайону «Щелковский водоканал» водоснабжения 4%, новая Тишковая теплоснабжения 3,6%, водоснабжения также 3,6%. Тарифы на электроэнергии для населения Московской области с 1 июня увеличились на 5%. Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии составляет 5,29 рубля при односамочном тарифе. До повышения было 5,04 и 3,71 рубля с установленными электрическими плитами. 3,53 до повышения для населения, проживающих в сельской местности, 3,71 рубля. Также до повышения было 3,53 рубля. Цены на газ для населения Московской области с 1 июля увеличились на 3,4%. Цены составят 6,35 рубля за метр публический. Это с использованием газовой плиты. При этом в 2018 году сохраняются также меры социальной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг для льготной категории граждан в полном объеме, а также предоставление граждан с субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение субсидии имеют граждане, если расходы их на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 22% от дохода семьи. В районе на 1 июля субсидии получают 2,361 семья или 3,049 граждан. Продолжение следует...